Деревня Андреевская находится, как говорят в народе, на Атшибе. Но тема привлекательна для людей, которые не терпят городской суеты. Именно сюда и приехал мобильный пункт для голосования. Паста просто показывайте. Первую страничку и пропишу. Как и на других стационарных пунктах для голосования, здесь соблюдаются все меры безопасности. Всем выдают маску и перчатки. Ручка у каждого также персональная. Автобус стоит на одной из улочек Андреевского. Каждое утро он отправляется из Видного в какой-либо населенный пункт Ленинского городского округа. Географическая точка, где будет пункт голосования, естественно, определяется заранее, чтобы оповестить об этом местных жителей. В деревне живет более 280 избирателей. Те, кто сегодня пришел на мобильный пункт, отмечают, что раньше голосование было сопряжено с рядом трудностей. Сейчас удобно. В прошлый раз, когда мы голосовали, было категорически неудобно. Всех жителей направляли в Володарское. По поводу избирательных пунктов никто никого не уведомил. Раньше мы в Видно ездили, очень долго искали какую-то школу, не знаю. В Молоково тоже неплохо было голосовать рядышком. А здесь прям замечательно. Перед тем, как предоставить право голоса гражданам, которые самостоятельно пришли на мобильный пункт, члены избирательной комиссии объехали тех, кто оставил заявку для голосования на дому. Сегодня у нас запланировано с 9 до 14.00. Это на данном участке мы голосуем. И затем с 15.00 до 19.00 мы выезжаем в деревню Богданих. Развешивались объявления на остановках, то есть по телевидению, по СМИ это объявлялось. Плюс обзванивали участки. То есть всевозможную информацию пытались донести до населения. Таким образом, все желающие могут проголосовать по поправкам в Конституцию Российской Федерации рядом с домом. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.